Субтитры делал DimaTorzok И с вами 13-й выпуск газеты «Новые правдорубы» от 15 мая 2021 года Предупреждение, это издание не имеет никакого отношения к изданию правдорубы Это издание целиком и полностью посвящено Апачану и его бордом сателлитам Новые правдорубы раскрасим в зеленый мысерый бод Новости анонимных имидж-борд Слово редактора, цитата, ага, очередной подментованный Апачан Лаври знает Проходили уже? Держи карман шеи Админук говорит про интервью Что за интервью? Или якобы интервью? Допрос бывшего админа в подвалах Лубянки Но стоит ли вскрывать эту тему? Вы молодые, шутливые, вам все легко Это не то Это не чан и даже не добропрашие Туда лучше не лезть Серьезно, любой из вас будет жалеть Лучше откройте наш инди-блокнот и забудьте, что тут писалось Я вполне понимаю, что данным заявлением вызову дополнительный интерес Но хочу сразу предостеречь потливых Стоп! Остальные просто не найдут Конец цитаты Шулунчики вам в тут, дорогие читатели Благодаря отдельному разделу Новые правдорубы обрели свой уютный кабинет И собираются активнее работать над материалами Дизайном и прочими штуками Для этих целей был рекрутирован художник Конец И этот импровизированный ироничный диалог между анонимами Был взял в качестве предисловия для того Чтобы поразмышлять о сущности новозапиленной неборды Космопачина Дело в том, что админ Кун открыл сырой сайт Который наполняется по мере всякими полезными фичами Дабы побыстрее сделать его пригодным для общения Как с пеки, так и со смартфона Решать проблемы с оптимизацией Поэтому для всеобщего блага Анон на имеющие способности в кодинге Предлагайте помощь админу и энтузиасту Пригодится на самом деле все И конечно же новоапачан не подментован Во-первых, по причине хостинга в иностранной юрисдикции Во-вторых, даже половина посетителей старого апачина Про нашу новую обитель не в курсе даже Однако вместе с тем, просим присоединяться к запущенному роллу куртки с капюшоном в космосе Ибо ролл куртки при всеобщих усилиях вполне может достичь сингулярности Вместе с тем, с момента последних событий описанных в прошлом номере Произошли существенные изменения Так, с админом Куном вышел некий благодоятель меценат Предложивший захостить Борду в Великобритании сроком на один год Мотивировал он это тем, что юность проводила еще на апачане Точка нет и кайтов в общем-то помочь молодому поколению Однако как продвигается переезд в Лондон из Нидерландов Пока что неизвестно Великая эскадная революция Совершенная в одиночку админом Куном Привлекла еще и сотни анонов старого поколения Которые сразу же начали генерировать тонны и год ноты Мапов и лозов Но у всего, в том числе и у новопачины есть проблемы и обратная сторона Небывалый всплеск активности юзеров На фоне майских праздников и эйфории от запиланий Борды Привлек и всех прошлых духов Истязавшим прошлое пачан своим вайпом Некоторые имидж Бордоэскперты уже назвали сложившуюся ситуацию Так называемым головокружением от успехов На сегодняшний день доподлинно известно Что на Небарде обитают Попрошух, Шкулатух, Некротух, Ежевух, Кислотух, Запетхалыв, Маргунух, Гагатух, Дальше Нечетух, Сталинух, Линдух, Анимух, А также множество Нюфаган Которые Мне от себя алдами В этой связи раздаются отчаянные крики о том Что долбоебы на Небарде пишут одну и ту же рецеплированную хуйню Какие татухи тащат за лежалое говно мамонта со сторого опачина Читайте далее материал нашего корреспондента про камень русофоба и другие пасты 8 лет недавности С общими призывами забыть всю эту застарелую хуиту и начать все с чистого листа Однако по нашим прогнозам это всего лишь доброе пожелание Если его можно назвать добрым Другой анон же полистал вкладку на сайте откуда к нам пришли Функция которого состоит в том Чтобы показывать сайт По ссылке которого анончик и попадает на опачин Как оказалось к удивлению анонны Чуть меньше половины притока пользователей составляет Петушня из вкуда-куда Это факт и это не удивительно Ведь Нберда никак не диаксируется поисковыми системами Луркмор архивирует статьи А редактирование тамошних статей может занять от нескольких месяцев до полугода Поэтому и получается Что искатель опачина Вопиющий в пустыне Рунета Обращается к гуглу за поиском После чего находится пустилую группу в кудахте Где и висос ссылка на новоопачин И здесь нормальных анонимусов тревожит Скорее не плачевная ситуация с индексацией в поисковых алгоритмах Теаре на других имиджбердах А скорее тот факт Что более половины анонов имеет старничку века Заканчивая Хотелось бы привести и пронзительные стихи анона Которые надеемся слегка отрезвят Как одно крыло радикальных анонов Так и другое Вы помните войны за куртки Когда смешного они велики Когда отродятся придурки Не ролившие мудаки И десять сменивши доменов Как феникс Парит апачан с высока Когда-то назначит админ Не видевшего газоп века Тема номера Апачан спейс Продолжаем наблюдение за новой инкарнацией апачина Окончательно сформулировать определение Некоего нормального блядка Было предложено инициативным анонов накануне майских праздников Однако, что-то пошло не так и незадачливый оп был озолуплен в своем собственном треде Не приведя аргументов нормальности или ненормальности быть аноним Мусофоб отправился обтекать или жарить шашлыки или хиковать Или заниматься какой-то вполне нормальной блядской деятельностью В целом же, Алды помнит, что Апачан времен Арсения Федорова официально считался социальной сетью международного значения А в постах имелась возможность публикации сразу на нескольких ресурсах Типа Твиттера, который до сих пор котирует сам АРСНВ В том числе и печально знаменитой сети ВКонтакте Опять же, в силу психофизиологической организации Типичный пользователь имиджборд более склонен к нормальному или так называемому неосоциальному бытию Но здесь опять же не все столь банально Ибо опять же Апачан имеет прецедент в виде кейса газовика Куна ДМ Шабар Шина, студента философского факультета Подорвавшего себя в одном из жилых домов города Екатеринбурга Поэтому понятие нормальности и ее определение применительно к анонимным пользователям крайне зыбкий и Неустойчивая, экспрессивность, излишняя мучеливость Гипертрофированная склонность к руганий с клоком Внимание блядство Как это все определить и осознать на анонимном, мать его, форуме В одном трете вы можете Бросаться говном с другим собеседником А вдругом ужасаетесь во мнениях по поводу какого-либо фильма или Музыкального клипа В этом и есть магическая сила анонимности анонимного общения Конечно же бывает Исключение Когда в стройных рядах легиона появляется некий запетухоловый и начинают во всех анонах Детектировать пресловутого того кого нельзя называть или белорусского пользователя или попросту запетуха Тем самым навязывая дегенеративную повестку И в самом деле что можно противопоставить шизуху, который обвиняет вас в том, что ему показалось или он предположил, что вы являетесь неким запетухом Неким-то темным животным Маскотом, талисманом призвание которого приковывать к себе внимание неуравновешенного шизики Как вообще определить нормальность на анонимной борде? Может все мы ненормальны, деформированы, проводя на анонимных форумах сутки напролет? Опять же дыма без огня не бывает и зачем? Для чего люди становятся админами той или иной анонимной имиджарды? Не несут ли в себе аноны часть влияния от админов или от аудитории, транслирующей свою конкретную повестку? Соответствие той или иной субкультуры Если рассматривать западную интернет-культуру, где на протяжении многих Лед государством и медиакорпорациями активно насаждается цензура Запрет на свободу мнений и репрессий против Инакомыслящих Западные аноны стремятся естественно к анонимностей наиболее активные, творческие и креативные Личности Литераторы, поэты, художники, программеры, поедатели фекарий Философствующие маньяки, шизоиды и Прочие интересные личности Все это безусловно простирается и буйным цветом расцветает на просторах Как Восточной, так и Западной Европы Впрочем, также четыре чен, которые вбирают в себя англоговорящую аудиторию В настоящий же момент, русскоговорящие аноны находясь в хвосте западных трендов, в каком-то смысле Являются консервативным фронтиром и оплотом здравомыслия и нормальности, однако надвигающаяся тенденция Цензура, ограничение свободы слова и контроля за личностью со стороны государства наступает неумолимой Бетонной плитой и этаким железобетонным капком числе русскоговорящих это потребует определенной Консолидации, сплочности, самоорганизации также и для наших анонов, составляющих контингент нового опачина Встает на болевший вопрос об ответственном имиджбардинге, чтобы не пришлось вновь побираться по свету словно Без приютники за неуплаты за хостинг Экс-пользователь опачан.ас в своем авторском ютуб-канале Внес ясность и дал исчерпывающую аналитику закрытия сайта araspap.us Причный заключается в набуталивании прошлого админа Ваклафенуха Непорда И помимо всего прочего он разъяснил, что лук на сковородке следует прожаривать как следует И что глаза все же атаки щепет Также он передал загадочный привет некоему Аликс-гею Мы продолжаем наблюдать за ситуацией и расследовать это дело К другим новостям Старый, как паста восьмилетней давности и древней, как фекалии мамонта наброс из в какашечки времен крыска весны про Камня русофоба породил философско-теологический спор на новом опачане Казалось бы как может быть связан давно забытый баян проживший камень и Религиозная полемика между посетителями Однако же обо всем по порядку Как правило, это изображение камня социальные психологи проводят в качестве примера Тупости и ограниченности ватников, которые пытаются дискутировать с неодушевленным предметом, собственно камнем Но всем ясно, что обращаются все эти чудесные люди к автору поста, веб-публикатору И вот тут и далее началась полнейшая неразбериха Как по мановению волшебной палочки по набереже, но они начали рассуждать о старом и новом свете О столкновении цивилизаций, закончив спор дискуссии при восходстве духа над материей По сути этот спор, есть фундаментальная цивилизация и воплощение парадигма столкновения атлантистской и евразийской К другим новостям Нашим журналистам стало известно об истории создания сценического образа советского артиста Маргунова Цитата Однажды из милицейской ориентировки в середине 80-х известный советский артист Маргунов узнал, что все Проститутки в столичных гостиницах и туристы Украины бахаются китайцем и черняшкой Работа у них такая Ну, будто он и переоделся шесть женскую одежду и пошел устраивать все путаный Устроился полгода шесть гостиниц и трапом Проработал, информацию собирал Ну а тут 6-1 прекрасный день для налаживания дипломатических контактов и Составление с разведкой хитрого плана по проведению подрывной деятельности шесть гнездей потенциального противника В США прибыл шесть СССР известный наркобарон из Колумбии Пабло Эмилио Эскобар А Маргунов только того и ждал Да Как даст ему шесть рожу А потом по почкам, по печени, да по ребрам Да шесть фанеру как пизданец вертухи, как чак Нарис, а потом всем своим весом на него Шесть лучших традиций советского рестлинга Ну, а потом подъехал через Полчаса участковый талик Составил протокол и всех хулиганов арестовал А Маргунову тогда медаль дали и Путевку на две недели шесть Профилакторию от профсоюза театральных деятелей РСФСР Только вот, он от отпуска того Отказался Некогда, братцы Говорит, а то не всем барыгам-педерастам по ребрам Достанется Конец цитаты Этот и другие подобные короткие рассказы Вы могли встретить на старом Апачане Встречаются они и в новой его Апачана И инкарнации Как правило, главным протагонистом этих странных И ничем не мотивированных рассказов Является советский актер кинанакомедия Л.Гайда Евгений Маргунов Опционально могут в данных рассказах могут фигурировать Другие советские персонажи Высоцкий, Вицин, Никулин, Гайдай, Петросян и другие Внести ясность в эту своего рода аномалию решился старый пират Неборды, сообщивший следующее Цитата Ввиду срачей вокруг Моргана проясняю историю создания образа Морган появился в Акурат после прекращения активной ловли за петуха Из-за отбытия его в мир иной Подскольк взнулся на коврике или передознулся Или выбирая любое после возгласа одного савкадрачера Дескотянон и Форсет Одну зарубежную херю Надобно свое родное советское Форсер Моргана является ватаном савкадрачером в терминальной стадии Натуральный мелкояичный за савкадрачеством Ранее не замечен Замечен хуй с альфа-помойки Делайте выводы Господа Опускаю, что нынешний условно обозначенный образ сквозь мелкояичного Есть очередная ипостась альфа-помойника Помойник после банов за форс еды сейчас боится выходить под своим основным и именем Ввиду полного за форш мачева неонова Образ форсера советских героев Помойник еще до настоящего времени не очень за форш мачеву Весь свой энтузиазм безработная помойка сейчас складывает в продвигание Моргана Уже 200 сообщений в одной теме насрал Даже будку по заполнению говном собственных тредов переплюнул То ли еще будет Вспомните, как ловился за петух Конец цитаты Повествует Анон Меж тем некоторые расследователи подобрались Довольно близко к толстой заднице загадочного Юмориста, шутника и автора советских авантюм Следите за дальнейшим развитием событий в новых выпусках нашего издания Дорогие друзья Рубрник расследования в газете Куда пропала Линда и девушка из автомата Итак, в новом цикле бесконечных реинкорнаций Апачина Появился малозаметный тух старого Апачина Задающий Сакаро ментальный вопрос по поводу пропажи и ухода со сцены забытых звезд российского шоу-бизнеса 90-х годов, Кай Метов, Катя Лель, Линда и многие, многие другие Одним из главных три форсов стала вырванная из контекста слова песни исполнителя Евгения Осина Плачет девушка в автомате Сам же надоедливый форс заключается в вопросе А куда делась девушка из автомата? Однако, бесчинству духа был положен конец В виде шаблона разрывающего ответа одного из анонов Ответ заключался в следующем Цитата Она сейчас не я, репликант На что дух вынужден был признать, что и слов то таких не знает Что безусловно демонстрирует яркость кудостива ума На что анон, умело разыгравшись с духом Ментальную шахматную партию, блестящий ее заврешил Забив последний гвоздь в крышку гроба навязчивого духа Задав вопрос про Йоко Таро На что назойливый дух Был вынужден ответить, что тоже не в курсе на этот счет И казалось все довольно прозаично Йоко Таро гениальный создатель консольных игр, когда-либо создаваемых человечеством Не надо кричать здесь, что Хидио Кодзима гений Отнюдь не Хидио Кодзима, мы славна земля японская И между тем Тяночки там тоже топовые Йоко Таро же, гениальный безумец и создатель вселенной нейроавтомата Который добавляет в свои философские игры долю смыслов Красивых тянучек и все остальное Просто ради лузов и ради Восторгов благодарная аудитория Перевыпуск жене репликанта и был связан с датой публикации Этим глупым духом своего унылого форса Широкую же известность Йоко Таро получил еще и со времен издания «Автоматы» Готовящийся же перевыпуск нейро-репликанта Заславляет любителей 34-го правила жадно потирать Плотные ручонки в преддверии релиза К другим новостям Шутка Крад разоблачен Материалы журналистского расследования В конце апреля на Космоопочане был дан старт ряду несмешных шуток Многие скажут Ну не смешные шутки, не смешные шутки Что такого здесь? Однако энтузиазму одного-двух анонов был положен предел Старниями некоего шутка Крада, который был изобличен бдительным шутка собственником Так вот, краденая шутка была подвергнута тщательному анализу А шутка Крад был незамедлительно объявлен в межимидж бордовый розыск А всех присутствующих в том самом 3D В целях пресечения подобных инцидентов попросили сдать сканы анусов для создания соответствующего каталога Итак, текст краденной шутки Сидят как-то в машине хики Питарты пидораха Хики значит такой и говорит Отвезите меня домой Пидораха бьет его по ебалу и начинает ебать в жопу Питард значит смотрит на это дело и начинает трощить Руф номер один А вот и оригинал почти годовой давности Доставленный сыщиком Куном Анон и Апачино всегда стоят на страже копирайта Теперь вы знаете как мы разоблачили шутка Крада Следующая в нашем списке Рубрика ТНН Цитата Тяночка сама первая написала Предложила погулять сходить Подводные Конец цитаты Написал романтичный анон девственнота 27 левела Половые связи имел Добавил он для большей убедительности Тача же посыпался каскад совершенно полярных советов Разделивших аудиторию на два условных лагеря Мразиши, форт фокус в ипотеку Регулярная ебля, твоего мозга, памперсы и личнусы Так что шли ее нахуй Это ловушка Умеренная Некий анон По кличке пианист поделился историей игры на пианино Что стоит на набережной в его городе И о том, как к нему подкатила Тяночка в целях совершения прогулки И даже дала ему номер телефона Хотя в данный момент нам доподлинно неизвестно Как развивается его дальнейшая судьба Радикалы Голбоек Меньше размышляй о действии Позвони ей ненбищево через пару дней И предложи встретиться Обязательно накидайтесь и все будет норм Если же скажет, что занята, то Скажешь, пошла нахуй шлюка и кидаешь трубку Так она подумает, что ты альфа обязательно перезвонит В итоге благодаря советам и рационализаторским предложениям Наш Хикамари сделал правильный вывод Цитата Ну что ж, тогда пошли они нахуй Буду титаном одиночества Я не принимаю концепцию мира В которой мне нужно бегать Унижаться перед женщинами То есть я решил для себя Что буду стремиться к тому Чтобы рыба сама заплыла в руки Или так, или одиночество ТНР друзья Конец цитаты И в качестве рабочего пособия Представляем схему знакомства с девушками Я гуру пикапа За двадцать мне я не брит и мрачен Против самок я веду неравный бой Я одиночество герой В моей квартире бардак и сумрак Первозданный срач спасен от женских рук Тян не нужны, мой юный друг Я титан, я титан, я титан За ручку не держался Стян Я титан, я титан Я титан, я титан Я титан за ручку Не держался Стян Я титан, я титан Тя надо гнать и над ней насмехаться И никогда не победить Хентай и прон Элита выбирает Нуфа-пафон Я выше чувств Ебли отношений Инстинктов низменных Давно разорван круг Преобразился мир вокруг Я титан, я титан, я титан Не надо ламповых мне тян Я титан, я титан Я титан, я титан, я титан За ручку не держался Стян Я титан, я титан Встречаем солнечный восход Я и мой любимый кот На голове пакет И жизнь как пони трет К другим новостям Хуэфикатор Короче хуёчи На сайте хуяйте вышел Хуэшел белгожданный хуёлгожданный Линго-дупликатор Хуинго-дупликатор Который хуёры превращает Хуй вращает ваш хуяж Текст хуй в поток Хуёк Ругательств хуятельств Проще хуёчи говоря Хуй варя произойдет Хуй войдет хуефикация Фразы хуизы Вот она хуётона наших Хуяша Отечественная хуечественная Разработка хуяработка Софта хуефта Которую хуярую все Хуя так хуя долго Хуёлга ждали хуяря Инновационная хуя Инновационная площадка Хуятка Сколково хуёлгава Натурально хуянально Охуело Прихуело Даже хуя же Все хуя Сами с хуйми Российские Хуийские Кулхатскеры Хуятскеры Охуели Прихуели Приветствуем Хуиц Настоящую Хуй Стоящую Бумерскую Хуй Мерзкую Фичу Хуичу Как раз Хуй на раз Из хуи С времен Хуион Интернетов Хуинтернетов Двухтысячных Хуисичных Со всяких Хуяких Сайтов Хуяйтов Типа Хуи Попаденков Хуионков Покупай Хуификатор Для мозгов Координатора И в завершение Выпуска К другим Новостям Вычислил П.О.И.П.И. Шокирующая Новость Потрясла Мирный Городок Большой Камень Приморского Края Местный Житель Задушил Подростка И выбросил Бездыханное Тело Вблизлежащий Водоем Подозреваемый Сразу же Сознался В совершенном Уголовном Деянии 05 Сообщается В региональном Управлении Следственного Комитета РФ Сообщение Отмечается Что Тело Школьника Нашлось 1 Мая По сведениям Судебно-медицинской Экспертизы Смерть Подростка Наступила В результате Механической Асфиксии В ходе Оперативно-розыскных Действий Был задержан 35-летний Мужчина Он Признался Что Связал Подростка А затем Затушил Его Цепью После этого Бросил Его Тело В водоем Мотивом Преступления Послужил Давний Конфликт В информационно-телекоммуникационной Сети Интернет Учащийся Школы Постоянно Выходил Победителем В спорах С фигурантом Уголовного Дела Он Учащийся Всячески Издевался И подшучивал На ним Говорит СВ Сообщение В настоящее время Следственные Мероприятия По данному Инциденту Продолжаются По факту Отнаружения Тела Было Возбуждено Уголовное Тело По Ч.1 Статья 105 Убийство В состоянии Аффекта А на этом Все И в завершении Минутка Рекламы Ты Молод Душой И шутлив Не Желаешь Быть Куколдом И наблюдать Как Любимая Имиджборда Превращается В Ка Тогда Тебе К нам Вырази Своё Недовольство Пришли Нам И мы Опубликуем Твой Обзор В нашем Следующем Номере Спасибо За Внимание С вами Был Очередной Выпуск Правдорубов И Ещё Здесь Могла Быть Ваша Реклама Женщины Алчные Корыстные Злобные Загрешившие Против Самого Человечества Нельзя Поддаваться Греху Нужно Бороться Сражаться Нельзя Придавать До воды Сколь Не было Высильное Искушение Будь Твёрд В Вере Своей Знай Огонь Святости Что горит Вдалеке Ближе И тем Он Ближе Чем Сильнее Вериш Ты Будь Крепок Анон Да Исправиться Монит Вам